Меня зовут Алексей Масютин, я работаю в управлении валидацией в Сбербанке. И если кто-то смотрел аннотацию этого доклада, то в нем много вопросов. И, конечно, доклад построен, ну и ожидается ответа на эти вопросы, но моей целью больше является как бы призвать вас подумать над этими вопросами. Ну и в частности мы поговорим о финансовом эффекте от моделей и сколько вообще приносит модели для банка. Говоря о работе моделей, мы неизбежно касаемся такой темы, как модельный риск. Вот для тех ребят, которые работали в банке, есть понимание классических видов риска, таких как кредитный, операционный, рыночный риск, которые уже, ну есть определенные стандарты для их оценки. Для оценки модельного риска пока индустриального стандарта нет. И, соответственно, мы в банке понимаем модельный риск как риск возникновения неблагоприятных последствий в результате либо неточной работы модели, либо неправильного применения моделей. Вот здесь вот эта иконографика, она будет сопровождать нас всю презентацию. И смысл ее в том, что мы всегда фокусируемся на том, насколько модель точна, насколько есть весомый риск того, что эта точность со временем будет снижаться. И второе, это как правильно мы принимаем решения на основе прогнозов этой модели. Ну, соответственно, компоненты модельного риска из себя представляют наличие модели челленджера, то есть модели с лучшей точностью и лучшими характеристиками, более стабильной модели, у которой тренд на снижение качества не такой сильный, как у исследуемой модели. И, наконец, того, как мы принимаем решения на основе этой модели. И возникает задача. Вот у нас есть самый простой пример бинарной классификации, модель скоринга. Для тех, кто работает в банке, все прозрачно. Вот как бы нам перевести точность работы модели, принятие решений в деньги. Под принятием решения здесь очень простая схема предлагается. Оценивается вероятность дефолта по каждому клиенту. И если она выше какого-то порогового значения, этот порог мы выбираем, это альфа, то мы отказываем клиенту. Соответственно, есть другие схемы принятия решения. Ну, для этого доклада мы такую простую посмотрим. Ну, не секрет, что все модели ошибаются. У нас есть ошибки первого, второго рода. И, казалось бы, вот давайте просто посчитаем там FPFN, какие-то ошибки. У каждой ошибки есть свои ценности. И свернем это все в финансовый эффект. Было бы очень здорово. Есть действительно модели, по которым мы все эти ошибки можем в моменте наблюдать и сразу вычислять, буквально арифметически. Но даже в такой вот, казалось бы, простой истории, как кредитный скоринг, у нас есть большой объем данных, которые мы не наблюдаем. То есть при принятии решений, заявки, по которым мы приняли решение отказать и не выдавать кредит, мы никогда не узнаем по ним таргет. В действительности 0 или 1. Все, что нам остается, это пытаться восстанавливать вот эту ненаблюдаемую ошибку второго рода false positive. Ну, опять же, там есть разные методы, как это делать. И опять же, мы можем это обсудить на стенде с Бера там после этого доклада. Но ускоряемся и вот этот слайд не очень отображается, поэтому его пропускаем. Вот примерно так выглядит какой-то профиль NPV кривой в зависимости от уровня одобрения. То есть вот смотрите, по иксу вот эта иконка ножницы, это то, как мы принимаем решение. То есть какому проценту входящего потока мы одобряем заявки. А по вертикали, соответственно, это деньги. И заметьте, что, ну опять же, здесь очень плохо видно, но на самом деле на графике две кривые. Одна серая такая, совсем бледная и, соответственно, зеленая. Вот значок точности, это переход от модели с более низким качеством к модели более высокого качества. Ну, соответственно, можно много таких моделей строить. И что интересно, переходить в области, где, понятно, что никогда нельзя построить модель с идеальным джинни, со стопроцентным, но можно попытаться экстраполировать. То есть мы, допустим, где-то на грани и там, допустим, 60% джинни в кредитном скоринге, мы можем попытаться восстановить, что будет, если там прибавить еще 5% пунктов. В каких задачах это помогает? Нужно ли нам покупать источник данных внешний, допустим, скоромегафона или нет? Нужно ли нам покупать скорой социальных сетей или нет? Стоит ли нам заморачиваться сложной архитектурой, какой-то айтишный, которая бы в онлайне отправляла запросы на эти данные и получала обратный ответ? Сколько нам даст это в приросте точности? Ну и, конечно же, не менее драматическое влияние оказывает именно то, как мы принимаем решения на основе модели. Пусть у нас есть идеальная модель с точки зрения джинни, она отлично ранжирует клиентов по риску, но мы, может быть, неправильно настраиваем уровень одобрения. И завершая доклад про вторую компоненту риска, то есть как прогнозировать именно снижение точности модели со временем. Здесь мы используем разные техники. Ну это застройка проблемы, то есть все модели со временем теряют в качестве после внедрения в эксплуатацию. Мы хотим это делать на основе концепции value at risk по аналогии с рыночным риском. И опять же пропускаем в силу каминга несколько слайдов. Сейчас, это совсем уже. Есть схема, по которой мы проводим, ну скажем так, ну не bootstrap анализ, а скажем так более креативный анализ того, как бы модель ухудшалась со временем. Опять же в кулуарах можем обсудить как. Если кратко, то на исторических данных мы варьируем периоды обучения, оставляя всегда различные out of time, по которым мы на самом деле знаем уже реализацию риска и знаем все таргеты. Соответственно формируем распределение, которые в дельтах джини от месяца к месяцу сопровождают снижение качества модели out of time. Набирая статистику таким образом, мы потом можем привлекать разные внешние данные, например макроэкономические факторы, которые влияют на нашу клиентскую базу и уже строить зависимость вот снижаемой величины джини от каких-то внешних макроэкономических данных. Ну и добавлю, что Сбербанку повезло в этом смысле. Более тысячи моделей сейчас находятся в эксплуатации и статистика по тому, как снижается перформанс моделей, он копится и в процессе регулярной валидации мы эту статистику собираем и это тоже генерирует большой объем мета данных, по которым можно подобную аналитику проводить. В общем всем спасибо. Надеюсь, Алексей вложился. Спасибо. 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 Спасибо.